Газета номер один за тринадцатый год От издателя Значит здесь уже газета полностью перешла в интернет Можно на нее подписаться И смотреть Читать Она будет приходить сама на почту Примерно так задумывалась Так Февраль месяц Народные приметы Какие у нас были? Значит февраль месяц Наши предки славяне Именовали Лютым Из-за сильных морозов С ветрами Кстати зимой Февраль месяц Январь месяц Берегите сердечко Оно наиболее слабое Потому что орган этот Такой теплый Огненный А зимой Самая большая Самая большая холода И поэтому Идет на него такое интересное воздействие В познавательно-практическом разделе Я решил Решил На свой лад Переписать Солерский кодекс Солерский кодекс Здоровье Он был написан В 14-м столетии Философом и врачом Арнольдом Из Виллановы Почему я решил Переделать его Да потому что В первую очередь Здесь не совсем Выдержана Рифма Как мне удалось Это преподнести В такой стихотворной Форме Далее Переводчик Ничего не смыслит В медицине 14-го века Это как раз Идет такая Интересная Медицина Очень близкая К восточности Со своими понятиями Вот И Все это Подвигло меня на то Чтобы я этот труд Переработал Ну вот Что у меня получается Вы можете почитать В газетке Вот интересная выдержка В городе Школа Солерская Так королю англичан Написала Если ты хочешь Здоровье вернуть И не видать болезней Тягость забот Отгони И считай Недостойным Сердиться Скромно обедай О винах забудь Не сочти бесполезным Бодрствовать После еды Полуденного Сна Избегая Долго Долго мочу Не держи Не насилуй Потогами стула Будешь за этим следить Проживешь ты долго На свете И знаменитая такая фраза Если врачей не хватает Пусть будут врачами твоими Трое Веселый характер Покой И умеренность в пище Золотые слова Опыт оздоровения С комментариями Очень многие люди Спрашивают А вот уринотерапия Поможет в том случае А вот уринотерапия Поможет в этом случае Вот как раз я и пишу В каком случае Поможет уринотерапия То есть это Не какое-то Универсальное средство Которое помогает При всех заболеваниях Оно тоже имеет показания Противопоказания Эффективность И как раз в этой статье Все это разбираю Излагаю свой личный опыт Опыт других людей Опыт оздоровения С комментариями Ответы И разъяснения для читателей Где прочитать О гинекологическом массаже Вот как раз Я тут его и описываю Что это такое Как он выполняется Польза Эффективность Механизмы Разбираю такие вопросы Или вернее Мне задают такие вопросы Чем сильна и эффективна Официальная медицина А в чем слабость ее В чем польза Народной медицине Или профилактической медицине Тут сразу следует Разграничиться Народная медицина Это одно Профилактическая медицина Это другое Несколько они пересекаются Но тем не менее Профилактическая медицина Направлена на то Чтобы человек Так с помощью образа жизни Регулировал свою жизнь Чтобы Образ жизни его укреплял И он не заболел А народная медицина Она уже имеет Дело с болезнями Человек нажил Какую-то болячку Ну и Лекарства Из трав Процедуры Из глины Водолечения Голодания И множество-множество других Те, которые были проверены Временем Уже непосредственно Применяются К заболевшему человеку С целью сделать его здоровым То есть Разные советы Как Профилактическая медицина Это Что Учит человека Как не заболеть вообще А народная Лечит его То Тем же самым Занимается официальная медицина Просто У нее Другие Несколько Методы Народные методы Она признает Устаревшими Малоэффективными Вот И Рекомендует Свои Ну Как показывает практика Свои Это вакцины Операции Пересадки Там Лекарства Ну В чем-то Она преуспела Допустим Снять боль Во время операции А что касается Всего остального Увы И Ах Огромное Средство Влаживается А Больных Не становится Меньше Наоборот Идут повальные Эпидемии И все Потому что Люди Думают Что только С помощью Медицины Прививок Как бы сказать Они уже Защищены Вот В чем Вред прививки Вред прививки В том Что человек Думает Сделав Прививку Он Надежно Защищен От Допустим Там Гриппа И На подсознательном Уровне Он Думает А Раз Я защищен То Я могу Вести Любой Образ Жизни Объедаться Ничего Не Делать Вот То есть Делать Все То Что Ослабляет Организм Человека А потом Удивляться Ты смотри Прививка Не помогла Я заболел То есть Важно Нам Не Расслабляться Что Кто-то Что-то За нас Сделает Нет Такого Не может Быть Мы И только Мы Отвечаем За свое Собственное Здоровье И За благополучие Кстати Вот Интересный Рисуночек Как Строится Тело Человека Чтобы Получился Некий Объем Должны Вихри И Вот Эти Вихри Здесь Энергия Входит Здесь Она Выходит И Как раз Она Выстраивает Объемное Тело В котором Циркулирует В первую очередь Энергия А дальше Дальше Уже Начинается Ити Эти Процессы Чисто Материальные Физиологические Как происходит Духовный рост Разбор Письма И много Много Другое Помогите Советам Очень много Различных Советов Разбираем Основы Медицины Будущего Интересные Такие Статьи Вот Такие Теоретические Вопросы Разбираются Ну Почитайте Как раз Это расширит Ваш Кругозор В деле Оздоровления Организма И Уже За счет Этого Будете Несколько Сильнее И Более Здоровее У меня Лично Это так Происходит Газета Окончена 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 Блин Продолжение следует...